Теперь техосмотр не нужно проходить каждый год, так утверждает новый федеральный закон под номером 494 ФЗ, который вступил в силу с прошлого декабря. Это ключевое изменение, что теперь регулярно не нужно проходить техосмотр. Вы приобрели автомобиль, и если он старше 4 лет, вы направляетесь на пункт технического осмотра, там делаете осмотр, и все, можно сказать, вы забываете про эту процедуру. Дальше ни с какой регулярностью вам проходить техосмотр не нужно. Хоть там автомобиль 10 лет, 20 исполнится и так далее. Но это при условии того, что вы используете его в личных исключительно целях. Если же автомобиль нужен вам в коммерческих целях, то правила тут несколько другие, даже, можно сказать, прежние. Лично авто старше 10 лет должно проходить техосмотр ежегодно. Тоже требование для такси и автобусов, если транспортному средству менее 5 лет. Если старше, каждые полгода. Сам процесс техосмотра глобальных изменений не претерпел. Специалисты также смотрят работу световых приборов, выхлопной системы и так далее. Когда автомобиль прошел техосмотр, значит, эта информация вносится в единую базу данных, и сотрудники госавтоинспекции уже могут не требовать у владельца автомобиля свидетельства или диагностическую карту. Они уже будут знать, что данный автомобиль прошел или не прошел техосмотр. Самый распространенный случай – это купля-продажа автомобиля. Теперь новый владелец первым делом после сделки должен отправляться не в регистрационное отделение ГИБДД, а на пункт техосмотра. Но в том случае, если машина старше 4 лет. Теперь за управление транспортным средством без диагностической карты или ненадлежащей оформленной диагностической карты, это влечет наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. Другой вопрос. Здесь также ответственность присутствует для должностных и юридических лиц, ответственных на выпуск того или иного транспортного средства на линию. Теперь должностное лицо, которое допустило выезд такого транспортного средства, не прошедшего технический осмотр на линию, может получить административный штраф в размере 500 рублей, а юридическое лицо, например, организация, осуществляющая транспортные привозки, получит штраф в размере 50 тысяч рублей. Тонкости у нового федерального закона много, все нюансы можно уточнить на официальном сайте. Однако главная жизнь их то, что теперь его не нужно проходить каждый год. Одного раза будет достаточно. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Город.